Всем привет, меня зовут Вика Беляева, и сейчас стали модными трекеры привычек. Но перед тем, как я начну свою беседу, я предлагаю себе подписаться на мой канал, вон там вот нажать на красную кнопочку, потому что, возможно, ты смотришь мои видео и даже не знаешь о том, что еще не подписаны на мой канал. Так не надо. Свой самый первый трекер я завела два месяца назад, и придерживалась я ему... один день. Затем я поняла, что что-то я делаю не так, начала искать информацию об этих трекерах привычек, как их заполнять, как их вести. Вообще, почему у меня не получается? Я же делаю, как все. В итоге у меня было шесть трекеров привычек, и я каждый день его заполняла, каждый день писала новый, и каждый день думала, что я буду делать именно этот трекер привычек. Но последний трекер привычек я веду уже больше недели. И перед тем, как я расскажу, какие привычки я себе прививаю, я хотела бы поделиться с тобой, как сделать так, чтобы не просто написать трекер привычек, а сделать так, чтобы он начал работать. Безработный. Первое. Не пиши туда привычки, которые занимают больше часа твоего времени. Звучит странно, но в первых моих трекерах были привычки типа два часа на подготовку к ОГЭ. Как думаете, мне хотелось тратить по два часа каждый день на эту вещь? М-м-м. Поэтому ставьте минимальное количество времени на каждую привычку, и лучше потом сделать больше и думать, что ты молодец. А лучше вообще не указывать время и написать подготовка к ОГЭ. Чем меньше отнимает времени привычка, тем удобнее ее впихнуть в свой график, и она уже не выглядит как груст на твоих плечах. Вписывай только те привычки, которые ты реально хочешь себе привить. Ну, было бы неплохо. Да и мама бы сказала, что я молодец, поэтому запишу. Сразу нет, ты не будешь это выполнять, потому что тебе нахрен это не надо. В моем трекере находятся всего пять привычек, которые я реально хочу в себе развить. Поэтому можно составить список из 20 классных привычек, а после выбрать 5-7 самых полезных привычек. Обозначь количество дней в твоем трекере. Например, у меня трекер начинается 1 июня и заканчивается 25 июня. После того, как ты обозначил количество дней, то поставь себя в самый последний день. У меня это 25 июня. Представь, что ты прошел уже весь трекер, и ты выжил. Каким человеком ты стал? Если результаты картинка тебе понравились, то значит ты выбрал подходящие привычки. Если нет, то обменяй, потому что эти привычки должны тебя к чему-то привести. Они должны сделать тебя лучше, и они должны тебя зажигать. Ну а теперь, какие же привычки в моем трекере? Утренние тренировки. Каждый день я встаю в 6.30 утра, и ровно у меня есть полчаса, надеюсь, чтобы я немного обзабодрилась. В 7 часов начинается моя тренировка. Либо я тренируюсь дома, либо я тренируюсь на улице. Это зависит уже от погоды. Ставь лайк этому видео, если хочешь, чтобы я сняла отдельное видео о том, как я выражу свои тренировки, что я делаю, и как это повлияло на всю мою жизнь. Чтение каждый день по 30 страниц. Раньше я не читала вообще, начиная с 6-7 класса, говорила, что у меня нет времени. Сейчас же я понимаю, что это нереальный кайф, и времени на это уходит, в принципе, не так уж и много. Обучение 1 час в день. Минимум 1 час в день я трачу на вклад в свои знания. Я прохожу всякие курсы, смотрю полезные видео на YouTube, и опять же читаю. Предыдущая привычка, где я читаю по 30 страниц, она немного отличается от этой, потому что там я читаю именно современную художественную литературу, а здесь я читаю именно техники, которые дают мне точные знания. 1 час в день на уход за собой. Мне, как человеку, который хочет чего-то достичь в блогинге, крайне необходимо следить за своим внешним видом и выглядеть всегда презентабельно, поэтому каждый день я трачу минимум 1 час на то, чтобы стать красивой. 10 историй в мой инстаграм. Тут даже комментировать ничего не надо. Это, наверное, просто какое-то напоминание о том, что нельзя пропадать из истории, поэтому каждый день я должна снимать минимум 10 историй. Обязательно напиши в комментариях, была ли у тебя похожая ситуация, когда ты делаешь себе трек или привычек, или какой-нибудь план, и просто его не соблюдаешь. Я надеюсь, что была тебе чем-то полезна, и если это так, то обязательно поставь лайк этому видео, и мне будет очень приятно. Ну, а это было всё. Странно. Короче, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok